Блиновская. Блиновская Елена Олеговна. Ну что, посмотрим. Вы знаете, самое интересное у этой девушки, что по жизни она очень хорошо умеет представлять и воображать. Кстати, если у вас вот именно эта опция в судьбе или же в матрице судьбы есть, ну, поздравляю, вы можете быть второй Блиновской. Конечно же, к этому надо очень много ещё других каких-то опций, каких-то программ, которые я сейчас попытаюсь рассмотреть. Что я имею под выражением воображения? Человек воображает, человек видит, человек представляет. Человек способен настолько вообразить что-то, что может оказаться у неё или у него в руках. Коль мы говорим о человеке. Итак, Блиновская. Это человек непредсказуемый, слишком подвижная, слишком свободолюбивая. Матрица судьбы указывает на то, что её могут использовать, навешивать на неё какие-то дела, которых она могла не совершать. То есть, она может получить или же расплатиться за то, за что она не делала. Но такого обычно просто так не бывает. В любом случае, это некая ответочка, это некий бумеранг за содеянное. Матрица говорит о том, что это человек, который рано мудреет, она может быть неторопливой. При этом очень многое может, но на что она способна, мы уже с вами знаем. Так вот, она может содержать в себе некий неиссякаемый запас духовного и мистического развития. Вообще, это некий такой человек вещало. Есть такое выражение «человек вещает, не рассказывает, а человек вещает». Уверена, что многие из вас уже начали дополнять меня, начали говорить о том, что человек вешает лапшу на уши. Друзья мои, это тоже имеет место быть. Кстати, обращаю ваше внимание на то, что вы можете заказать личную матрицу судьбы себя, своего ребёнка, может быть, близкого человека, например, предприятие, на котором вы работаете и являетесь руководителем. Данные внизу под этим материалом. И в этом же материале есть небольшая моя визиточка. Итак, идём дальше. Блиновская. Что касается её появления на свет, то скажу сразу, там не всё понятно. Там могут быть некие непонятные обстоятельства. И именно эти непонятные обстоятельства будут по жизни играть большую роль. При всех плюсах и минусах она имеет и получает по судьбе защиту и некое заступничество. Самое главное, на что хочу обратить внимание, так это на то, что болезни, или же, скажу иначе, опасные болезни и мудрость пожилого человека. Именно это она получает как бонус к своей судьбе. По судьбе ей это дано. Самое главное, чтобы формула «цель оправдывает средства» не стала принципом её жизни. Я думаю, что пояснять, как она жила и каков её принцип жизни, это лишнее. Правда? Я думаю, что вы всё понимаете сами. Ну что, Блиновская Елена Олеговна достаточно жёсткая, подавляющая других людей, со страстным и неуживчивым характером. Тем не менее, она сама находится по судьбе под контролем. На неё навешивают чужие проблемы, могут использовать как тягловую силу, тягловую силу. Судьба даёт вечные иллюзии, фантазии, некую виртуальную реальность, в которой она, как человек, находится. Вероятно, вам, дорогие мои, это пригодится. И в матрице вашей я могу тоже поискать эту опцию. Но это только в том случае, если вы придёте ко мне и закажете матрицу своей судьбы. А то, что касается Блиновской, то у неё есть указание на то, что она всю жизнь ищет знаний. И эти знания ей нужны, чтобы подчинить материю контролю ума. То есть материальное подчинить контролю разума. Вывод, дорогие мои, надо постоянно учиться, учиться и учиться. В связи с этим, если кого-то интересует астрология, приходите ко мне на ускоренный курс астрологии с предоставлением программы. И буквально за 2-3 недели вы будете делать свои астропрогнозы. Идём дальше. Блиновская. Возможно, дорогие мои, вы не поверите мне, но на неё можно положиться. Почему? Потому что её внутренняя сила даёт покой и надёжность. Я думаю, что вы уже видели её задержание, как спокойно она держится. Насколько уверенно она чувствует себя на допросах. Что мне ещё у неё нравится, так это указание на то, что она, закончив одно дело, начинает другое. Её нелегко сбить с толку, так как по судьбе она человек цепк и точный. Что касается профессионального чувства, то здесь она чувствует себя на своём месте. Везде работает основательно, всегда входит в суть дела, внимательно, старательно, экономно. Если она является руководителем, то это образцовый руководитель. Она сама много работает. Первой может приходить на работу и последней уходить. Особенно в период организации какого-то дела. Девушка готова на всё, что имеет смысл и хорошо оплачивается. Кстати, в случае конфликта идёт на развод. Если считает его разумным, то есть на разрыв отношений, на разрыв договорённостей. Если будет считать, что этот разрыв разумен, что по-другому нельзя. То есть только так ей будет выгодно, если она разорвёт какие-то отношения договорные. Именно отсюда есть указание на резкую критику каждого, кто не умеет работать так, как, например, она. Она не понимает других, и это создаёт очень много врагов. Она сама плодит врагов, как грибы в осеннем лесу. Почему? Потому что она может человека обвинить в лении, в том, что человек не старался, в том, что человеку это не нужно. И всякие претензии или же любые претензии к себе она просто отвергает. И, конечно же, деньги никому и никогда, я думаю, она не возвращала. Есть указания на то, что она может быть побита камнями общества, потерять, многое потерять в жизни из-за собственной неосмотрительности, склочного, своего склочного характера. Она способна совершить даже убийство на почве ревности. В чём эта ревность может проявляться? В тендеме мужчина-женщина или же бизнес? Противостояние в бизнесе с кем-то? Я думаю, что указание матрицы на убийство всё-таки не в буквальном смысле, а в переносном. Ведь убить можно словом, можно убить поступком каким-то, какой-то интригой. А интриганка, она очень хорошая. Ей по судьбе дано многого добиваться или же добиваться своего. И дана ещё защита. Она умеет защищаться. У неё встроен такой датчик на повышенную настороженность. Ей дано, она умеет, она способна сделать подлость другим людям. И такого в её арсенале очень даже много. Таких некрасивых действий в жизни у неё было очень много. И будет много. Почему, дорогие мои? Потому что это человек с надломленной психикой. У неё есть указание на параноика. То есть это человек-параноик. Именно это даёт ей некую неустрашимость. Я бы её вообще назвала метким стрелком. Если она не сумела попасть в цель, скажем, за восемь выстрелов, ну, она поразит мишень в девятый, в десятый раз. Она очень сильная духом и ненамерена или же никогда не сдаётся на милость неудач. Даже если эти удачи по жизни бывают часто, всё равно она никогда не будет отвлекаться от преследования победы. То есть она будет и будет идти к поставленной цели. Она умеет на практике применять оккультные законы. Законы. У неё есть талант изобретателя, инженера, электромеханика. Да сюда можно кого угодно притянуть за уши. Она способна на многое. Ей нужна независимость, личная свобода. А чем вы, дорогие мои, обладаете? Вы о себе знаете хоть что-то? Это можно узнать, сделав заказ у меня на Матрицу Судьбы. Кстати, можно пройти ускоренный курс астролога с предоставлением программы. Две-три недели и вы будете делать собственные прогнозы. Что касается Блиновской, то большой интерес к опытам в духовной области с помощью молитвы, медитации она старается докапываться до истины. Кстати, она способна сопереживать, принимать чужую боль, понимать эту боль. Ей ничто не чуждо, но тем не менее девушка достаточно прагматичная, сильная, преследующая поставленные цели. Ещё буквально чуть-чуть дам информации. По судьбе ей даны мании, фобии, психическая сломленность, уединение, больница, всевозможные нравственные мучения и страдания. Судьба даёт инфантилизм, много комплексов. Вообще, этот человек не от мира сего. Ей, тем не менее, хорошо в собственных каких-то грёзах. Страдания. Ну, страдания у неё появляются тогда, когда она соприкоснётся или же соприкасается с реальной жизнью. А жизнь у неё, как у всех, и чёрные, и белые полосы, которые сменяют друг друга. Кстати, внезапно всё может измениться в одну минуту. То есть, полная перемена судьбы. Её судьба не приемлет другого. Или абсолютно чёрная полоса, или абсолютно белая. Такая же она и по характеру. Она тёмная лошадка. Неизвестный человек, то есть неизвестная девушка, вдруг может проявиться так, как никто от неё не ожидает. То есть, она по жизни ведёт двойное существование. В целом, друзья мои, её жизнь – это некая кармическая дорога. Скажу только одно, что такие же опции или такая же судьба, такие же некие поступки или ситуации, которые есть в её жизни, и, возможно, ещё будут, они проявятся по наследству у детей её. Это могут быть как хорошие, так и плохие, например, способности. Именно дети унаследуют от неё эту же кармическую дорогу. Дай Бог, чтобы эта дорога была более порядочной, более доброй и более светлой. Дорогие мои, надеюсь, вам всё понятно. Ну, а если вы хотите узнать о себе или о своих детях, пожалуйста, заказывайте «Матрицу судьбы», и вы будете владеть информацией. А вы знаете, тот, кто владеет информацией, тот владеет миром. Так вот, вы сможете владеть самым-самым богатым миром, знаниями о себе. А это здорово. На этом всё, дорогие мои. С вами была я, Зоя Клемёк. Всем мира, удачи, добра! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!